Всем привет! Не знаю, как у вас обстоят дела со распределением времени, но вот у меня всегда с этим было очень все плохо. Человеки, по сути, ленивые. Мне иногда по утрам встать с кровати тяжело. И тогда я понимаю, что день я проведу впустую. Просто потому, что делать ничего не хочется. Не то, чтобы у меня обычно грандиозные планы на день, но все же. Если речь идет о рисовании, то у меня обычно очень много проектов в голове. Конкретно на данный момент я должна поддерживать женсостояние. Твой ютуб канал, паблик, вк, рисуя туда арты и всякие другие штуки, писать сценарий для комикса. Точнее, думать о нем в голове. Изучать всякие рисовательные штуки, ну и все в таком духе. Это из обязательных вещей. А если еще добавить что-то спонтанное, тот же внезапно появившийся заказ, литрейт, ночное вдохновение, которое надо срочно куда-то деть и так далее. Это не считая работы или учебы, помощи родителям, игрушечек, любименьких, родненьких. Эх, хочу отметить, что я буду перечислять весьма банальные способы, но я поделюсь только тем, что помогло мне. Естественно, все это не будет работать, если у вас просто нет желания этого делать. Ведь кроме вас самих, вас никто и не заставит. Ладно, давайте попробуем организовать свое рисование. Погнали! Сюда бы я впихнул игры, без которых лично я своей жизни не вижу. Выход за пивом с подружками, свиданки и прочее, прочее в таком духе. Ну, то есть то, что вы как бы можете отменить без ущерба для себя, но это дело вам так нравится, что отменять ради какого-то там рисования желания нет вообще. Естественно, отдых нам всем нужен, но я тут разбираюсь ситуацией, когда надо бы уже что-то сделать, да вы только не выходите сесть за планшет или скетчбук. Лично меня всегда отвлекают игры. Я могу зайти в лолную мукатку и выйти через 5 часов, не сделав абсолютно ничего за день. Упс. Итак, метод номер один. Гуляя в магазин, я увидела ежедневник, который внутри выглядел как-то так. То есть тут есть колонки на каждый день недели и еще место для заметки есть. Я сразу схватила его и почти что забросила заполнять на второй день. Но потом я спросила себя, а важно ли мне рисование настолько, чтобы делать графики и отказывать себе в некоторых вещах. Я люблю рисовать, поэтому ответ был очевидным. Итак, я решила, что хочу выдавать по нескольку картов в неделю, поэтому зная примерные планы на саму неделю, я записывала, что например в среду я должна сделать картинку. Ну и еще в субботу. Поэтому на эти дни я не планировала вообще ничего лишнего. Отказывать себе в чем-либо поначалу тяжело, но в целом потом вам будет приятно отзазнание того, что вы потратили время не зря. Главное не оставлять колонки вообще пустыми. Если вы везде не играли, то лучше так и напишите. Это дело тоже важное, отдыхать от творчества необходимо. Конечно, сейчас кто-то скажет, что это ему не помогает, ведь можно тупо забывать заполнять. Но об этом как раз и дело. Если вы забываете открыть тетрадь, то видимо оно вам либо не очень-то и нужно, ну или с вами все очень сложно. Есть еще вариант, который может помочь прийти к первому пункту и научить рассчитывать время. Я лично так никогда не делал, но этим способом пользовался один мой знакомый, а ему его посоветовали. В общем, круговорот советов в природе. Итак, берем большой лист А4. Кладем рядом с собой, ставим кучу таймеров на телефон через каждые полчаса. И как только звонит таймер, пишем на листе, что последние полчаса вы делали. В конце дня смотрим и понимаем, на что ушло все время. Если вы провели его непродуктивно, то хотя бы будет видно, что вас отвлекало. А если наоборот вы делали что-то полезное, то вы увидите, сколько времени ушло на работу. И вам будет проще рассчитать время. Не знаю как вас, но если у меня в планах было бы заняться полезными делами, а в конце дня я увидела бы весь лист и списанным словом играла, мне стало бы стыдно за себя. Кстати, вот вам еще немного мотивации. Если не постить часто что-то в паблике, то вк переставить его рекомендовать другим, и ваш актив свалится на днище. Я люблю лайки на постах, поэтому стараюсь делать работу вовремя. А то я не хочу впасть в депрессию из-за своей активности. Конечно, не у каждого есть супер активный паблик, но ведь если ничего не делать, то все так и останется. Может, это вас мотивирует, потому что любой труд всегда вознаградится. Так что, ребята, не сдаемся, вы молодцы. Был у меня период, когда я приходила с учебы, ела и бежала на дополнительные занятия. Приходила домой, делала домашку, ужинала, и оставалось у меня полчаса до сна. Делать что-то еще не хотелось совсем. Только залипать в телефон или играть. Но мы ведь хотим стать лучше. Так что тут главное правило не делать все за раз. В один свободный вечер сделали скетч, в следующий отдыхаем, потом лайним, отдыхаем, красим и готово. Принцип вы поняли, потому что в любом случае у вас выйдет арт в неделю. Вы не зря потратили время и еще уделяли каждому этапу нужное количество времени, что помогло вам стать лучше. Тут главное не сильно расстраиваться, если планы сорвались, потому что есть разные обстоятельства, которые могут мешать. Вы тут не виноваты. Просто если позволяет время, то в следующий раз сделайте больше. Самый маленький пункт тут. Просто отмечайте в календаре дни, когда вы рисовали. В конце куда-то будет приятно посмотреть, сколько вы вложили сил в свой труд. А если делать так несколько лет подряд, то даже прогресс будет заметен. Я, кстати, тоже так делаю. Но если честно, начала совсем недавно. Мне бы календарик найти красивый, а то у меня какой-то бесплатный заптик. И ставить на плюсики как-то ну вообще не прикольно. На этом, в общем-то, все. Лично мне очень помогает ежедневник. Чтобы себя как-то смотивировать его заполнять, я рисую там прикольные картиночки, скетчи всяких своих персонажей. Просто чтобы, когда я его открывала, меня встречала красивая картинка на входе. И было приятнее в нем что-то писать. Но просто хочу напомнить, что без вашего желания тут не обойтись. Потому что если вы не захотите его заполнять, вы это делать не будете. Надеюсь, это вам хоть немножко помогло. Или хотя бы вдохновило, потому что было бы очень здорово. Всем спасибо за просмотр. Можете морально меня поддержать. А то мне немного неловко записать такие вещи. До следующей встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok